друзья всем привет пошли мы сегодня по делам вот вдвоем женой жена поздоровалась здоровая жена пошли по делам в общем школу но не по школьным делам а по другим там делам своим так сказать по моим по ее делам да по ее женским делам школу пошли так по секрету скажу там работает одна девушка русскоязычная вот в общем мы к ней пошли там что-то пообщаться они хотят по своим женским делам но это ладно не важно вот и заодно решили взять с собой вас на эту прогулку дабы показать вам нашу деревуху немецкую где мы живем сейчас да да деревня немецкая она отличается российской деревне от казахстанской деревне еще какой-то там деревне не знаю какой делать какой деревне жили или живете вот или никогда не жили и не будете жить неважно общем вот идем мы тут вот по улице короче тут вот такая вот горочка вон видите туда вот там наш лагерь находится хаймы вот и мы уже оттуда ушли сейчас я вам покажу какие тут домики все очень жарко первый день такой после такой прохладной погоды на прошлой неделе сегодня до плюс 30 сегодня после обеда мы поедем мы после обеда поедем купаться ну да в краснодаре там вообще там мало того что там жарко но там еще и климат очень сухой вот получается там очень жарко я вспомнил вот эти имеющиеся кондиционеры и дома и в офисе и ты простываешься кстати начинался так что дайте сказать кстати мы жили в сочи еще и вот здесь знаете какой-то климат он немножко как будто похоже на сочи вот тоже влажность не так жарко то есть но душновато бывает да конечно из-за влажности но получше чем краснодаре потому что в краснодаре там песок пыль вот эта сухость вообще кошмар да кстати машину же мы купили в видео вы видели да ссылочка будет где-то здесь сверху на видео можете посмотреть вот чтобы не набирать лишний вес но и для здоровья полезно до пешком ходить жир растрясти так скажем не будем толстый жирный до просто будем в теле на будем в теле как говорится в здоровом теле здоровый дух будет чё сказал материться наверно по какому-то верфака а ты че училась что ну даешь ладно неважно мне на самом деле я узнаю тоже нам и вот она где-то училась да ну как говорится век живи век узнавай человека так скажем ланенькая вот такие тут вот домики да я кстати в инстаграме писала еще про это что ну тут я не вижу цветов вот этих домиков а вот дальше например такое ощущение что как будто ну дизайнеры ландшафтных работали у многих вот наша деревуха тут строится все многие там в другой части вообще строят на несколько семей дома там кран стоит прям большой все видите какие-то и тут все вот делают по типу альпийских горок ну да кстати вот что сказать после сочи да но после юга россия нам как нам как-то тут все привычно то есть все вот это вот травка зелень и так далее да мы кстати мы тоже да в краснодаре жили так скажем но в самом городе мы жили да в частном секторе там были коттеджи вот и там тоже у многих были такие красивые коттеджи домики все и что ветер дует то микрофон опять не взял с собой футболку отдела некуда прицепить микрофон плюнул так взял пошел вот так вот все тоже было красиво у всех во дворах и ландшафтные дизайны все и поэтому мы как-то привыкли к этому ну нет такого знаете удивление да что как в германии здесь вот тут вот что-то копают прошли мы и тут у нас если вы видите да то есть холмистая местность вот мы идем вниз а потом мы будем идти вверх вон там там далеко мы живем вот вниз стоите легко а вот вверх будем ползти как говорится вот такие дела такая вот немецкая деревня где мы живем сейчас вот классно видите как домик сделан выход такой решение с кривой землей так скажем какой погоде понятно что сегодня понедельник рабочий день у многих кто-то может в отпуске у да но сейчас мы идем не по документам да как я сказал по женским делам вот такие дела папа тут вот тоже что-то копают копают тут как раскопают так тоже как и везде как его россии подолгу в общем копают видите какие там вдалеке холмы и лес парковку могу и парковку показать почему нет о смотрите какие прикольные рисунки здесь оригинально это германия да вот кстати он то вот большое здание не вот это вот будочка да а вон то здание это местная больничка вот кстати деревня хардхайм называется то что-то говорю говорю название никак не сказал деревня хардхайм земля баден вюртемберг страна германия вот кстати такой вот автомат по продаже сигарет кто курит мы не курим мы ведем здоровый образ жизни ходим пешком и так далее о смотрите какой дом классного он ведь там даже олень с рогами вот тут вот гараж я так понимаю для каких-то скорых автомобилей для больнички вот это уже больничной территории тут вот такой дворик больницы лавочки все вот кстати вот этот перекресток шайтан перекресток вот когда вот оттуда едешь вот и вот сюда едешь вот туда тут ни хрена не видно а вот больничка такая достаточно большая больничка кстати он впереди видите башня такая остроконечная это церковь а возле нее находится радхаус что-то машины разъездились кошмар какой-то вот такая деревуха но она достаточно большая это деревня я бы сказал это как по меркам германии даже можно сказать маленький городочек потому что для деревни это достаточно большая она как ты говоришь и не так сразу ветер дует с экономической точки зрения сложно назвать деревнями потому что я привыкла с детства наблюдать на другие деревни ну да я помню где ты жила конечно зависит от регионов но в Самарской области еще все прекрасно я бы сказала вот некоторые проезжаешь области соседние там конечно есть упаднические надо было очки одеть солнце прямо в глаза светит кошмар даже не последовало совет уже быть практичным и не только красивым пойдем через дорогу вот кстати прямо это автошкола на вот это шпаркасса как сберкасса типа банк тут везде цветочки вот аптека мы кстати в этой аптеке уже покупали кое-чего пришли этого лекарства не было я оплатил и мне сказали в этот же день прийти к четырем часам дня и забрать ну конечно иметь страховку и он выпишет рецепт на основании этого рецепта ты можешь купить что-то в аптеке заказать ну и потом по истечении времени возможно слава богу с этим не сталкивались сейчас будет возвращаться страховая сумма потраченная на лекарство не всегда в полном объеме больше объема тебя она сейчас плохо было слышно ветер как раз задул вот это вот салон парикмахерский салон так скажем да продолжит в этой деревне есть много квартирные дома и частные дома и много чего здесь есть вот мы так скажем по некоторым только улицам идем какая-то стройка идет ремонт и он цветные домики красные синие желтые и 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 в нашей земле до конца почти июля это не частная до школы это как же ее начальная школа во а там дальше старшая школа вот кстати спортцентр фитнес-центр спортцентр не знаю как назвать спорт халли мы сюда пока не ходим что говоришь шульцентрум вальте хоман кстати там автомат сигаретами был здесь автомат вон с напитками а вот в этом вот белом здании вот в этом и находится фотосалон про который мы говорили вам сейчас мы туда зайдем нам надо кое-что цветное распечатать кое-какие сертификаты жены сертификаты учебности того учебные сертификаты жены о том что она обучена всему короче то что она умная у меня вот сертификаты об уме так в общем сделали мы свои дела женские так скажем дела жены в школе пообщались с человеком потом вот зашли в автосалон господи автосалон у меня сейчас предыдущего видео про машину фотосалон и распечатали вот такие вот штуки много покажи-ка что это такое сертификаты попала получила в школе подожди не видно вообще ничего не видно достань я могу так сказать обучалась наращивание волос по горячей итальянской технологии технологии микрокапсулы нано капсулы и технологии обратные скрутки лучше говоря эта технология я применяю только на натуральных волосах искусственные с искусственными волосами не работаю для кого это интересно для тех у кого не только кому не только нужна длина да кто не может отрастить свои волосы хочет длинные волосы еще для тех у кого очень редкие волосы очень редкие волосы и нужно загущение либо у кого обломались височные затылочные зоны нужно зарастить челку потому что когда человек чаще осветляется да то соответственно волосы сжигаются вот и таким образом они обламываются вот как раз эта технология позволяет нарастить быстро волосы также это очень удобно когда девушка не хочет осветлять свои родные волосы но например как у меня можно нарастить более светлые здесь мне вообще замешаны два оттенка темный и светлый сейчас идем обратно по другой улице вот где такие цветные домики что-то мы тут прикупили немножко в магазине звенит там всякая посуда что мне нравится тут то что все таки вот этот порядок до порядок как говорится на участках порядок ну во всем порядок в общем красиво все поддерживается даже пусть и деревне это но что случилось вот верхние пошли вот так вот классно перекресток такой улочки такие в наши деревушки вот так вот Сейчас будем идти извинять посудой. Продолжение следует. Вот такие вот полочки стоят. А в них книги. Можно взять что-нибудь почитать. Вот такая вот штука. Сверху смотрите какой мох. Сказки? Сказки. Вон что-то про собак есть. Фирма, дефирма. Нет. Нет, тут какая-то серьезная литература. Не до сказок нынче. Да, вот кстати. Узнаете, да? Больничку мы здесь проходили. Потом просто обратно пошли немножко по другой дороге. Дети со школы идут. Уроки закончились. И мы идем к себе в Хайм. Сейчас после обеда поедем на озеро купаться. Жена просится на озеро. Дети просятся на озеро. Мне ничего не остается, как взять их, погрузить в машину и отвезти на озеро. И там их оставить. Особо дел. Вот завтра мы уедем по делам. Да, завтра мы поедем в соседний город по делам. По квартирным делам. Всяким. Нам да, вон туда, где ремонт дороги. Присели отдохнуть на лавочке в таком месте. А то что-то на солнце прям шлеющий с этой коробкой с посудой. Прям уморился я что-то. Кстати, здесь почему-то сильно отгораешь. Даже при невысокой температуре. И я уже купила солнцезащитный спрей. Потому что вот просто я приехала. Была бледно-белая, грубо говоря. И у меня обгорели вот эти места. Когда была в стенах. И мы, причем, были в такую погоду, не сильно жаркую. Это было еще начало. Середина июня была. Мы проходили где-то часа два. Между там Амтами в Бухине. И очень сильно обгорели. Прям две таких полоски задели. После этого я вот стала пользоваться спреем. Иначе можно сгореть. Ну, ты вроде говорил, потому что Германия находится ближе, да, к этому поясу. Да, я уже не помню, что я говорил, хрен важная. Ну, короче, да, тут климат интересный. Вроде не сильно жарко, но при этом загораешь хорошо. И у баварцев, я заметила, у них прям такой цвет кожи, как у нас на юге России. Вот Краснодар, там, Сочи. Особенно у людей... Это ты имеешь в виду аварамериканцев? Нет. Особенно у людей такого уже возраста, предпенсионного, я бы сказала, которые такие активные. Все у них там или дачи, или что-то. Да, потому что тут пенсионеры, они ездят по странам, на моря, везде отдыхают, загорают, кайфуют, как говорится. Ну, наверное, все-таки потому, что, да, куда-то выезжают часто, в отличие от пенсионеров России, которые, в принципе, кроме дачи, наверное, никуда не ездят. И то дачи сейчас не у всех есть. С муками ездят купаться. Ну, это да. А здесь еще, скорее всего, просто люди еще много времени проходят на свежем воздухе, ну, то есть, под открытым небом, там, скажем. Поэтому, поэтому и загорают на солнце. Очень много ездят на велосипедах. Я заметила, мы вчера вот гуляли с младшим ребенком, вышли покатать его машинку на радиоуправлении. И собак выгуливают, там, по полям ходят женщины. И очень много мужчин такого, я бы сказала, пенсионного возраста катаются на велосипедах электронных, ну, таких вот, да, там, скоростных, нескоростных. Электрические велосипеды тут почти у всех, да. На тракторах катаются. На тракторах катаются, гоняют. Они еще так тихо работают. Ну, да, сейчас идет уборочная компания, видимо. Вот. Может, это электротракторы маленькие какие-то? Да, не, не электротракторы, просто это современный трактор импортный. Ну, ты знаешь, у нас в Краснодаре тоже были маленькие. Ну, у нас тоже импортные. Тоже импортные. Маленькие такие. Ну, да, в России тоже эти же трактора импортные, немецкие всякие разные. У нас же вон в Краснодаре, кстати, этот завод класс были, построили. Только потом он, по-моему, что-то прикрывался, когда санкции начались. Он не только был построен, он работал. Да. Он и сейчас там есть, но, да, неизвестно. Ну, сейчас вроде бы он работает, но не на полную мощность, либо он вообще не работает, потому что санкции наложили на всех всех. И оттуда санкции сюда наложили, и отсюда санкции туда наложили. Короче, все на всех наложили. Грустно. Вот такая история, да, грустно. В этом плане. Ну, для кого-то, может, есть санкции, да, для нас этих санкций нету. Как говорится, кто об этом думает, кто об этом... Ну, почему, Максим, нет? Мы не можем посмотреть какие-то российские каналы. Ну, в Ютубе смотри, пожалуйста. Все смотрят, вон, много знакомых, друзей наших. Вчера. Говорят. В Инстаграме. Я... Ну, мне не то, что нужна была какая-то реклама или что-то. Я единственного настройка увидела, что для данных... Так как ваш аккаунт зарегистрирован в России, реклама невозможна. Я вот такое прочитала. Ну, мне как бы это не нужно. Просто говорю. А, кстати, да. Я в Инстаграме вчера тоже это заметил. Ютуб-то я перевел на Германию. Все. А Инстаграмом надо заняться, да. У меня тоже там что-то там у меня, короче. Фигня какая-то, короче. Непорядок. Непорядок. Да, надо это... Разобраться с этими санкциями. Вообще жарко. Надо идти быстрее домой. Быстренько готовить обед. Отдыхать быстренько и ехать на озере. Потому что... Так вот, на озере отдохнем. Да нет, сейчас все немцы работают, а то мы не работаем пока временно, так скажем. Однако там будут люди. Ну, там будут люди, те, кто не работают, такие же, как мы. Или в декретном отпуске. В декретном отпуске. В прошлый раз там была мама с двумя детьми. И еще там были утки. Автинные пенсионеры. Семья, утиная семья была, так скажем. Да, вы, наверное, видели. На видео у нас есть тоже видео на канале про озеро. Ну, на самом деле, видео такого не очень хорошего качества получилось. Потому что снимал на телефон. Вот. И просто снимал. А потом даже не хотел ничего монтировать. А получилось так, что смонтировал видео и выложил. Так вот, в конце в этом видео там озеро, где утиная семья. Вот туда, кстати, на это озеро мы и поедем. Купаться там. Специально для купания сделано. Да. Опять идти, да? В гору. Да нет, мы уже на ней. Нам просто нужно пройти вперед. На ней. Сейчас я вам покажу эту гору. Гору, гору. Вот. Смотрите. Вон туда мы сейчас пойдем. Так, куда-то туда. Ты знаешь, что в Германии нельзя показывать пальцами. А я не пальцами? Я рукой показываю направление. Да ладно, я тебя не сдам, не переживай. Окей. Я буду стоять рядом и подавать патроны. Шутка. Классная у меня жена. Вот туда, короче, мы пойдем. Чуть дальше вам еще покажу. Будем подходить к нашему Хайму. Живем мы, получается, сразу вот как наша деревня заканчивается и сразу наш Хайм стоит. То есть как бы в деревне, но и как бы в мотоцикле. Как бы в деревне и как бы за границей деревни. Но там на самом деле дальше тоже есть всякие производства. Туда-сюда. База отдыха какие-то. Вот, кстати, там по улице находится Реве-магазин. Это примерно полтора километра от нашего Хайма. И когда вот машины не было, мы ходили пешком туда за продуктами. В принципе, недалеко. Но обратно идти вот в гору с сумками. Тяжковато. Сейчас мы идем тут с этой коробкой. Тоже тяжко идти. Вон туда дальше. Дальше тут футбольное поле у нас. Деревня. Туда вон дальше наш Хайм там. Ну все, друзья. Будем заканчивать нашу прогулку. Сегодняшнюю с вами. Устали, как собаки пешком пошли в гору с этой коробкой. Не, ну ты не собака, а я устал, как собака, блин, с коробкой. С этой пешком. Иду, ой, все звенит здесь. Всем пока-пока, как говорится. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, пишите комментарии, задавайте вопросы. До встречи. Пока. Пока.